Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Горячев. Сегодня у нас четверг, 13 марта, и мы начинаем наш ежедневный обзор валютного рынка Forex. Начнем с марк-экономического календаря на сегодня. В 16.30 московскому времени мы получим данные из Штатов. У нас будут опубликованы два отчета. Первый отчет очень интересный и очень важный. Это изменение объема розничной торговли за февраль. Первый отчет ожидается по мнению экономистов, которых обратил информационный агентство Bloomberg Перерост по сравнению с первым месяцем текущего года. И второй отчет – это традиционный еженедельный отчет по заявку на пособие по безработице. Начнем от того, с пары евро-доллар. В первой половине дня не ожидается публикация интересных матроэкономических релизов из еврозоны. Инвесторы будут прицеленно следить за геополитикой и в случае обострения ситуации могут начать фиксировать прибыль по длинным позициям, которые были открыты накануне. Накануне мы получили очень хороший рост. Сегодня в Азиатской торговой сессии этот рост продолжается. Что послужило ростом? Ростом послужило то, что в экономе встречались представители стран, участники G7, которые заявили, что необходимо выдвинуть, скажем так, ультимативные требования Российской Федерации, лично президенту Путину, чтобы Российская Федерация и ее президенты отказались, он, скажем так, право на присоединение Крыма к России, то есть Крыма на территории Украины, соответственно, не нужно нарушать конституцию Украины. В случае, если Россия, скажем так, будет настаивать на присоединение, то необходимо вводить различные санкции, экономические, торговые и политические санкции по отношению к России. Соответственно, инвесторы восприняли, что, с одной стороны, должны были воспринять их негативно, потому что риски когда усиливаются, но вот была обратная реакция, потому что некоторые подумали, некоторые группы, участники рынка вооруженного форексу, подумали, что на этом фоне можно ожидать, что Россия и лично президент Путин, Российской Федерации, президент, они, скажем так, сломаются, сдадутся на милость европейским, американским и, допустим, японским своим коллегам, соответственно, они не будут иметь плана на присоединение России к Крыму. Соответственно, в этом случае мы увидели рост котировок пары евро-доллар, однако все это лишь шансы, здесь нет никаких коммуникальных данных, предпосылок, поэтому уровни очень высокие, и вполне возможно, что развороты это уже близко. В второй половине дня, что-то привлекут релиз по розничной торговли за февраль, динамика оптовой торговли в первый месяц года была негативная, что в совокупности с повышением общего уровня безработицы, который в феврале вырос на 0,1, не позволяет рассчитывать на выход сильного отчета по розничным продажам, потому что, как вы все прекрасно понимаете, оптовая торговля – это отнижающая декабрь розничной, потому что если хорошо идет оптовая торговля, допустим, в варе, значит, хорошо будет идти розничная продажа, потому что весь торговый процесс начинается именно с оптовой торговли, а потом уже вторым звеном в этой цепочке идет розничная торговля. Соответственно, если первое звено было слабое, то второму звену тоже не принесили, скажем так, во-первых. А во-вторых, поскольку было некоторое увеличение безработицы, то это можно минус для розничной торговли, поскольку население становится безработным, соответственно, у него меньше денег, чтобы длинуть покупки. Соответственно, здесь тоже негатив для розничных продаж. Поэтому сегодня, ожидая выход данных, чуть позже не дяну прогнозов, но с другой стороны, не стоит ожидать, наверное, сильного роста пары евро-долларов, потому что сегодня в азиатскую сессию мы уже видели, очень хороший такой рывок наверх. Вполне возможно, что на фоне именно отчета по розничной продажам мы увидим небольшой урок символический, и потом разворот, то же так будет фиксация рыбы, покупая на слухах и продавая на фахах. Поэтому все-таки фундаментальные уровни очень высоки, и разворотно-производительство по паре евро-долларов. На сегодня мы уже говорим, что еще уровень поддержки и сопротивления, уровень поддержки 1.3.14, 1.38.92, уровень сопротивления на сегодня ближайшая отметка 1.39.68, и второй уровень – это психологическая отметка 1.40. Переходом к следующей нашей валютной паре – пара фунт-доллар. Британская валюта в последние скидки снижается в прописи у американского конкурента. Сегодня у британского фунта, или как его еще называют, в державых кругах у кабеля, есть шанс вернуть часть удачных позиций на форме слабой макроэкономической статистики США. Вот сегодня утром я указывал в разделе «Прэш прогноз» на сайте компании «Прэшфорекс», на сайте «Прэшфорекс.ру» есть раздел «Прэш прогноз». В разделе «Прэш фундаментальный анализ» я указал, что сегодня у пары фунт-доллар есть хорошие шансы подрасти к уровню сопротивления 1.66-1.67. Но я обычно думал, что сегодня именно пара достигнута отметки, скажем так, в начале американской сессии, однако вот сегодня американская валюта очень резво начала торговый день, и уже в азиатской торговой сессии отметка была достигнута. Соответственно, вот лично мое мнение, дальше я не знаю, что будет происходить с парой фунт-доллар, там, скажем так, очень быстро все это произошло, я ожидал, что коммерция будет, скажем так, немного медленнее развиваться, но поскольку мы достигли целевого уровня, который вот сегодня был, скажем так, актуален на сегодняшний день, дальше сложно сказать, что будет с парой фунт-доллар, либо мы увидим следующий рост до второго сопротивления 1.67-1.25, после чего разваливали, либо мы уже, где-то на этом месте увидим технический отскоп. Поэтому сейчас, знаете, очень тяжело, потому что очень быстро все прошло. Но, тем не менее, выход из слабых данных по обеспечению торговых штатов несловно окажет некоторое давление на американский доллар, и уже в американскую торговую сессию все-таки некое расслабление мы увидим. На сегодня по парой фунт-доллара можно выберет следующий уровень поддержки и сопротивления, уровень поддержки 1.6632-1.6382, уровень сопротивления на сегодня, на ближайшие отметки 1.6667, и второй уровень сопротивления 1.6725. Необходимо отметить, что рост пары фунт-доллара выше отметки 1.6725 пока затруднительно, потому что для этого необходимо пить серьезные драйверы, которых пока не видно ни со стороны, допустим, негатива США, также нет и очень хорошего подведения в Европе-Британии. Поэтому сейчас на сильный рост рассчитывать не приборится. Переходим к следующей нашей валютной паре, пара доллара, японская и иена. Страна расходящего солнца, выковала отчет по заказу на машины оборудовании в горе, экономисты от рост информационного агентства «Блоги» и подождали рост показателя по сравнению с декабря минувшего года. Необходимо отметить, что данный показатель является опережающим индикатором, потому что промышленное производство в Японии начинается именно с заказов на машины и оборудование. Поэтому неудивительно, что сегодня, скажем так, очень большое внимание инвесторов уделили именно этому заказу. Поскольку данные вышли лучшими для прогнозов, это позитивно сказалось на паре доллар-японская иена, потому что исторически так сложилось. Выход хороших данных – это позитивно для пары доллар-яна и, соответственно, негативно для японской иены. С одной стороны, это парадокс, но с другой стороны, это все легко объяснило, потому что, скажем так, промышленный сектор – это в первую очередь именно японские экспортеры, а для японских экспортеров хорошей новостью является, скажем так, слабый курс национальной валюты, потому что тогда, в этом случае, конкурентоспособность товаров японских, она повышается за границей. Соответственно, вот к этому и приводит тот факт, что выход хорошего отчета, с одной стороны, хорошего отчета экономики Японии, он приводит к ослаблению японской иены. Поэтому это тоже необходимо, который парадокс учитывает, тем же с тем участникам, которые торгуют пару долларов иена. На американскую торговую сессию, вот так, не полный отчет по розничным продажам, а также поздно именно по сути безработицы, в первую очередь необходимо выделить именно отчет по розничным продажам, потому что это, смертоглавный сегодня конкурентальный индикатор на сегодняшний день, он указывает, если не так, на расходы американских потребителей, прямой оказывает влияние на личное потребление в Америке, и, соответственно, это все тоже прямую роль оказывает на целом показателе по экономическому росту на территории США. Соответственно, выклубая данная, чуть хуже миллионопрогнозов, будет выступать сдерживающим фактором для роста пары доллар-иена, для роста американского доллара, с одной стороны. С другой стороны, также необходимо учитывать геопатические риски. Вот мы, начиная ваша вебинара, сказали, что геопатические риски взрастают, но вчера мы видели сильный рост, и вчера и сегодня мы видели сильный рост пары евро-долларов. Потом понял, что инвесторы ожидают, что, скажем так, правительство Российской Федерации, оно откажется от рентгендации с одной стороны, и на этом понял, что мы видим рост. С другой стороны, рынки акций, они по-прежнему падают, потому что это не стабильность для фондовых площадок, обострение ситуации между Украиной и Россией. Минвесторы, глобальные министры, они закрывают минные позиции, они, скажем так, выводят наличную валюту в тэш, в американский доллар, в соответствии с такой негатив для фондовых площадок. И между парой доллар-иена и лучшимся на фонду венец не перевес 25, это очень высокая кредиация, поэтому вчера мы видели такое уверенное снижение, лучшимся на не перевес 25 фонда венец и фонии. И сегодня, в случае продолжения снижения, мы также будем наблюдать снижение и котировок пары доллар-иена, поэтому мы сегодня, наверное, стоим по паре доллар-иена ждать до такой тенденции, потому что пока что мы видим драйверов для хорошего роста. Драйверов для роста могут быть очень позитивный отчет по розничной продаже, однако сегодня не приходится рассчитывать на сильный отчет в рамках розничной торговли. Сегодня по паре доллар-иена можно увидеть следующий уровень поддержки и сопротивления, уровень поддержки 2,161,177, уровень сопротивления 102,82, 103,43. Хотелось бы сделать небольшой анонс, и сегодня в 5 часов вечера по московскому времени мы проведем вебинар, теоретический вебинар, тема нашего вебинара хэдж-фонда на финансовых рынках, мы рассмотрим историю возникновения хэдж-фондов, рассмотрим какую роль хэдж-фонда играет на финансовых рынках, на валютном рынке Forex, на товарных рынках, на фондовых рынках, рассмотрим наиболее популярные хэдж-фонды мировые. Все эти вопросы мы рассмотрим сегодня в 5 вечера по московскому времени. Завтра, как обычно, в 10.30 по московскому времени, мы проведем вебинар «Ежемельный альдор валютного рынка Forex», где рассмотрим текущую ситуацию на новом рынке. Уже на будущей неделе, как обычно, с 3 недельных по пятницу, мы проведем вебинары «Ежемельный альдор валютного Forex» в 10.30 ежедневно каждый будний день. Во вторник мы проведем в 5 вечера вебинар «Коэктивный трейдинг», а уже в 4 марта, также в 5 вечера, мы проведем тематический вебинар, тема нашего вебинара «Золото». Мы рассмотрим историю возникновения золота, рассмотрим основные золотые продукты. Есть много различных продуктов, используемых золотом, это и бьючерсы на золото, и, скажем так, золото на рынке «Скор», где мы торгуем, собственно, золотом. Ну, преймеры валютного рынка Forex имеется в виду, также имеют, допустим, аналитичные гарантические счета в банках, также имеют многоценные монеты золотые, допустим, территориусальные бюджеты, есть бюджетные фонды, эти и это. Различные друговые продукты золотые, вот все эти продукты мы рассмотрим, мы также сделаем прогноз на текущий год, на 2014-й, рассмотрим основные тенденции на рынке и попытаемся сделать прогноз на текущий год. 20 марта, в четверг, в 5 вечера по московскому времени. Приглашаем всех желающих принять участие. Всем большое спасибо за внимание, желаю всем успешной торговли, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok